Давным-давно Кристина, а помнишь, что ты мне обещала? Мультик что-ли показать? Да нет, мультик мы и так посмотрим. Ну вспомни, мы в передаче «Акжельские росписи» рассказывали. Ой, привет, ребята! Приветик! Так что я там обещала, никак не припомню. Ты обещала о росписи рассказать какой-то. Очень красивой, но жесткой почему-то. Почему она такая? Ее что, рисуют кисточками из проволоки? А, вот о чем фантазерка! Это село так называется, в Московской области, Жостово. Отсюда и название промысла пошло, Жостовский. А кисточки у них обыкновенные, как у нас с тобой. Опять ты не то говоришь. Ты же обещала про роспись рассказать, а не про промысел какой-то. Промысел, Леночка, это изготовление чего-то вручную. Мастера-художники делают вот такие замечательные подносы. Расписывают их цветами, садовыми или полевыми. В основном собирают прекрасные букеты. Ух ты, еще ни один букетик не повторился. Ну, конечно. Художники каждый раз рисуют что-то новенькое. И цветы всегда разные. Правильно. Если бы были одинаковые, было бы скучно. А тут вон какая красота. Природа столько цветов создала, все и не нарисуешь. А мне кажется, они уже все цветы на свете нарисовали. Может быть. Кристина, слушай. Жостовская роспись – это голубой цвет по белому. А тут совсем наоборот. Вот умничка, заметила. Жостовская роспись – это всегда яркие цветы на черном фоне. Это традиция. Так что где бы вы не встретили такой поднос – в Америке, Англии, ну или Франции. Не перепутайте. Всегда узнаете его. Ну, такие делают только в России. А как они там окажутся? За границей. Да ты что! Эти подносы во всем мире известны. Лучший сувенир. Так что их с удовольствием покупают туристы. Да, я бы обрадовалась такому подарку. А я могу тебя порадовать прямо сейчас. У тебя есть поднос? Мультик. Пойдет. Мир Канапус Планета Канапус Мы здесь все друзья Мы все одна семья Мир Канапус Меняемся картами? Да, хорошая идея. Дашь мне твоего тюленя, если я отдам свое дерево? Подожди, подожди, подожди. Отдам. А нет, оставь его мне! Ты же знаешь, что я собираю животных! Ну, не только ты. Я тоже собираю. Ну, Трампета. В любом случае, я не могу его дать вам обоим. Потому что он у меня один. Ты уверена? Погоди, я проверю. Правда, у тебя только один. Отдай его мне. Почему тебе, а не мне? Это не честно. Ну, так что же мы делаем? Ладно, бросаем жребий или играем в кегли. Да, ладно. Играем. Кто собьет все кегли, выигрывает тюленя. Так? Так, ты все поняла. Я судья. На, Эмин, ты начинаешь. Спасибо. Да, проиграл! Погоди, не говори губ так быстро. Твоя очередь, давай. Сейчас увидите. Мечья. Ну, что ты решаешь, Трампета? Бросаем жребий. Как хотите. Погодите, я вернусь. Тюлень за короткую соломинку. Вы готовы? М-м-м. Хорошо, я начинаю. Меньшая выигрывает. Эм-м. М-м-м. Ты дернулась. Я хотел не эту, а другую. М-м-м. Ладно. Все сначала. М-м-м. М-м-м. Э, нет. В этот раз первым тянет Таймин. Эм-м. Я выиграл. Я выиграл тюленя. Вы сделали это нарочно, шулеры. Нет. Да. Ты проиграл. Вот и все. Но моя коллекция. У меня никогда не получится. Это нечестно. У меня идея. Идем за мной. Ну, идите. Что это? На. Открывай. М-м-м. М-м. О-о-о. Выберите по три каждой. Это подарок. О, лиса. Ха-ха. А это что? А-а-а. Ой, это дикий гусь. Спасибо, Трампета. А это, смотри, белый медведь. Тюлень, тюлень. У тебя был второй? Он твой. А, смотрите, слон. Трампета, дашь мне его? А-а-а, нет. Слона я берегу. Канапус. Планета Канапус. Мы здесь все друзья. Мы все одна семья. Тромпетки, зубки, мель и кокси-пус. Все листин, все медью и балапус. Все живут, живут, живут. Так видела на суперпланете. Ну вот и подошло время нашей передачи к концу. Уже? Да. Быстро время пролетело. Да, я и не заметила. Просто было очень интересно. Здорово. Ну а теперь прощайся с ребятами. Пока. Ярких и цветных вам снов. Цветные сны совсем не спят. Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать, Он спрячется в ресницах, И будет тихо сниться. И будет тихо сниться. И будет тихо сниться.